Скоро, может быть, поедем и в Турцию, и еще куда-нибудь за границу посмотрим. Также, смотрите, вот в этом корпусе, Рим, находится аптека, что тоже немаловажно. Аптека и также есть клуб для мам и малыша. Очень классный клуб, просто супер. Там все такое, знаете, деревянное, экологически чистое, вот такие все игрушки. Они все, прям вот видно, что они не дешевые, выбраны самые, можно сказать, дорогие игрушки из магазинов. Так, дальше мы проходим детскую площадку, снимаю, пока никого нет. Потому что, когда много людей, все-таки не хочется снимать особо, не хочется никого смущать, потому что люди приехали на отдых и не хотят, чтобы их снимали. Так, вот здесь вот детская площадка. Ее, кстати, переоборудовали, тоже сделали такую все, знаете, эко-деревянную, такое все натуральное. Слезят, кстати, вот эти бисок убирают. Я много раз замечала, что его чистят, но почему-то здесь появляется вот такая шелуха. Шелуха вот, наверное, отсюда. И, кстати, один из плюсов вот этой детской площадки, то, что она теперь под тентами находится. То есть, если на улице жара, вы можете не стоять под палящим солнцем, а можете как раз вот нормально, спокойно, так сказать, гулять здесь с ребенком, да. Вот, видите, здесь вот мужчина моет территорию, площадки. Там классно. Не, я вообще, отель просто супер. Для детей вообще идеально. И самое интересное, что здесь, понимаете, ну, сейчас везде на все цены подняли, понимаете. Сейчас не где-то там за 50 тысяч рублей в такой отель, я не знаю, наверное, таких просто не существует, не поедешь. Поэтому, ну, надо понимать, да, что, как бы, сейчас все не дешево. И, как бы, соответственно, шея не цены и качества, я считаю. Так, здесь вот такие пальмы. Корпуса также представлены. Вот, в том корпусе, кстати, я была. Это косметология, то есть можно сходить на массаж лица, делать масочки и все такое. Я была, это здорово, в прошлом году. Ну, потому что погода была плохая, как-то, знаете, вот все-таки от погоды очень многое зависит. Вот это, кстати, это летний ресторан Прованс. Здесь завтраки с 7 до 10 утра. Также есть продленный завтрак для гостей по тарифу. Все включено с 10.30 до 12.30. И ужин с 18.30 до 21.00. То есть здесь можно прийти на ужин раньше, даже, чем в основном корпусе. Вот. Я не знаю. Наверное, пойду в основной корпус на завтрак. Попробую там завтракать. Потому что чаще всего идут все, идут туда, потому что там, на мой взгляд, на мой взгляд, кстати, мы в прошлом году и вот в последующие, в прошлые годы жили вот в этом корпусе. На мой взгляд, там больше выбрать еды, чем в Провансе. Но почему-то я это заметила. Хотя говорят, что там все то же самое. Нет, там нет. Основное, наверное, то же самое, но каких-то дополнительных моментов там нет. Значит, здесь вот такая терраса для гостей. У кого есть тариф, все включено. Но мы, кстати, сюда заходили. Мы заходили сюда. И нам никто ничего не сказал. Решили покататься на этих качелях. Там вот в основном корпусе также есть бассейн. Там открытые и закрытые бассейны. Но чаще всего сейчас я просто заметила, что все идут в ту сторону, где ближе море. Ближе к морю. Так. Мы заходим в основной корпус. Здесь, в основном корпусе, есть как раз вот эта творческая мастерская, где детки могут заниматься как бесплатно, так и за деньги. Здесь вот такие цены. Расписание. Ну, я хочу сказать, мне сыну очень понравилось. Хотя он не любит рисовать, если честно. Здесь караллоки. Сам основной корпус. Мы здесь жили. Я, честно скажу, не жили. Можно что-то новое попробовать, ничего страшного. Детская комната, где можно детей своих оставлять. Но маленьких детей ты никак не оставляешь. Например, у меня Агата. Ей получается сейчас 1,7 и ее не оставить никак. Так. Сказали, что, по-моему, с 4 лет можно оставлять. Или под присможем родителей. Так. Здесь в основном корпусе находятся семейные номера и номера комфорт. Мы жили в комфорте. Сейчас мы живем в стандарте. Отличия есть? Я как-нибудь расскажу. Есть, конечно, отличия. Так.